Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу Исаии, 63 глава. Первые шесть стихов этой главы представляют собой одно пророчество, текстовую единицу, так сказать, одну речь. Тема этого пророчества, первых шести стихов 63 главы, это суд над народами. Господь совершает над народами суд, Он судья. И причем это такая поэма небольшая, которая в таких апокалиптических тонах. Речь идет о том страшном суде, который Господь совершит над всеми народами, том суде, которым окончится долгий-долгий период враждебного отношения народов к народу Израиля и к самому Господу Израиля. Здесь похоже, что вот эти шесть стихов, вот это пророчество, представлены в форме диалога, диалога пророка, диалога пророка с Господом или Господа с пророком. Господь здесь судья, и Он мститель. Начинается с вопроса этот раздел. Кто это идет от Эдома, в червленых ризах от Васора? Эдом, вечный враг Израиля, еще во чреве запинал Иаков, брата своего, Эсава, от которого происходит Эдом. Потом этот самый Эдом, эти адамитяне, эти думеи, злорадствовали, когда видели, как вавилоняне разрушают Иерусалим, столицу иудеи, и говорили вавилонянам и народам, которые были возглавляемой вавилоном коалицией, разрушайте, разрушайте до основания его. Ару, ару, адга и сотба. Вспомним Псалом 136 на реках вавилонских, у иудеев 137 по их нумерации. Вот, и там, во-первых, осуждается дочь Вавилона, окаянная. Во-вторых, Псалмопевец призывает Господа свершиться суду над Эдомом. Вот, к первому стиху 63 главы я бы порекомендовал в качестве иллюстрации прочитать Псалом 136 на реках вавилонских. При реках вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе, пленники Сиона, оказавшиеся в вавилонском плену. Вот там есть такие слова. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его. Они злорадствовали, но потом их самих постигла та же участь. И нет такого народа больше, Эдом, Эдумеи, но есть народ Израиля. Восторжествовала Божья правда. Народ, неприятель Израиля исчез, его вечный брат и вечный неприятель, а народ израильский остался в истории и останется до скончания века, конечно же. И в будущем, в вечности имеет удел в будущем веке, как и все последовавшие за Израилем в его вере в единого Бога, Царя неба и земли. Кто это идет от Эдома в черленых ризах от Вассора? Это сам Господь идет, Господь, Бог Израиля. Эдом, понятно, область, царство Эдомское, Эдумея. Вассор. Есть три Вассора, есть три Боцры. Боцра, собственно, загон для скота, но как имя собственное, по крайней мере, три города с таким названием имелись в древности. Один из них располагался как раз в Эдоме, знаменитая Боцра Эдомская. Другой располагался в Моаве, в Моавицком царстве. Ну и третий, это современная Буссра или Бусейра. Это на 120 километров южнее Дамаска, там, где когда-то было полуколено Менаше, полуколено Менасина, самые северные пределы севера, восточные пределы Израильского царства. И там, где впоследствии жили другие народы, сейчас это юг Сирийской республики. Так вот, Господь идет от Эдома, от Вассора, величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Дальше прямая речь Господа. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Вновь речь идет о спасении, о спасении народа израильского, рукою Своею Господь спасает свой народ. А ты дома и от всех его врагов. Дальше задается вопрос тому, кто сказал, что он спасает. Отчего же одеяние твое красно и ризу тебя, как утоптавшего в Тачиле? Тачила — это то место, где топчут виноград. Виноград собрали, урожай босыми ногами топчут. Все, конечно же, помнят известный фильм с участием Адриана Челентана, где он топчет виноград. Вот так и топтали в древности виноград, потому что голыми ногами, потому что, чтобы не раздолбить, не растоптать, если будет в обуви или какими-то предметами, эти вот косточки виноградные, иначе вино будет горьким. Косточки должны остаться нераздробленными, поэтому топчут босыми ногами. И вот здесь образ, метафора. Господь представлен в образе того, кто топчет виноград, вино молодое. Но часто вино является вином в образности библейской, в метафорике является образом ярости, ярости Господней. Даже дрожжи будут выжимать и пить все нечестивые земли. Псалмы вспомним. Вот вино — это не только праздник, не только благословение, не только изобилие, радостное, благополучное житие. Это еще и образ ярости Господней. Вот здесь это ярость в отношении других народов. И говорится, я топтал, опять прямая речь Господа, я топтал, точила один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их, по другому переводу сок их, то есть виноградных ягод, ну или вот как здесь по истолкованию синодального перевода кровь народов, которые Господь наказывал, брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Господь топчет народы в своей ярости, в своем гневе. Образ не только у Иса и у Михея, например, встречается. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Настал день, настал год искупленных сынов Израиля. Их торжества, их триумфа над другими народами. Господь спасает свой народ, а другие народы наказывает в ярости, отмщает за свой народ и мстит им, и топчет другие народы, и ризы Господа окровавлены кровью других народов. Такая брутальная довольно-таки картина. Удивительно, что этот образ впоследствии прилагается, в христианской экзегезе прилагается к Мессии, к Христу. Вот, например, в книге «Второзаконие» есть несколько стихов, где этот образ актуализируется. И похоже, что в 19 главе, в 15 стихе содержится даже даже цитата, может быть, не прямая цитата, но цитата из Исаии. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет от чила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Кто? Мессия Христос. Иисус Христос, названный чуть выше Словом Божьим, имя Ему Слово Божие. В 13 стихе «Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Непрямая, но очевидная цитата из 63 главы Исаии, используемая Иоанном в Апокалипсисе. И в христианской экзегезе часто эти стихи, первые стихи 63 главы, столкуются именно в мессианском ключе, прилагая, прилагаются ко Христу. «И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Вновь вспоминаются «Чаши Апокалипсиса», стихи из книги «Откровения» Иоанна. Господь Мститель за притеснение и угнетение, за уничтожение своего народа. Мстит народам, которые угнетали израильский народ. Здесь Эдом, но имеются в виду и другие народы, конечно же, тоже, начиная со сирийцев, вавилонян, и дальше все другие народы, которые так или иначе притесняли, угнетали, уничтожали, истребляли народ Господень, народ израильский, здесь сам Господь вступается, Он Искупитель, Он Мститель за кровь народа своего. В христианской экзегезе этот образ прилагается к Мессии, ко Христу. Дальше с 7 стиха, начиная, 63 глава, 7 стих, и вся 63 глава до конца, и следующая глава 64, вся представляют собой единое пророчество, а точнее даже не пророчество, а по форме это псалом, по жанру это такой коллективный плач, исторический псалом, коллективный плач по жанру, который очень напоминает некоторые псалмы. В книге Тагилим, в книге Псалтирь есть некоторые псалмы, которые вот по тематике, по жанру, по стилю очень много, очень сильно напоминают вот эти стихи. Очень большой текст, с 7 стиха 63 главы до конца 64 главы. Вспомним хотя бы 43, например, псалом, по нумерациях, к которым мы привыкли, по нумерации синодального перевода, 43-й псалом и 88-й псалом. Вот эти два псалма исторических, которые также по жанру являются коллективным плачем. Ну и вспомним целую книгу, которая называется «Айха, плач». Мы называем его «Плач Иеремии», где оплакивается гибель Иерусалима и сожжение Иерусалимского храма вавилонянами и плен израильского народа. Итак, читаем этот текст. 63 глава, 7 стих. «Воспомяну милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих». Господь милосерден, долготерпелив, многомилостив. У Него много щедрот к Своему народу и вывел из рабства, и даровал землю, текущую молоком и медом, о чем будет говориться дальше. Все это Господь по милости Своей и по множеству щедрот Своих даровал Своему народу. Вот эта коллективная молитва, это коллективный псалом исповедует здесь израильский народ, исповедует здесь эти милости и щедроты Господни. По всей видимости, этот текст, большая часть 63 главы 64, этот самый коллективный плач, псалом можно отнести к эпохе плена, к первым годам этого плена, когда еще свежи были воспоминания, этот шок, пережитый от гибели Иерусалима и от сожжения храма, и от нашествия на уходоносора, и от плена, когда еще жива была эта смертельная рана, нанесенная Святой Земле, Иерусалиму, храму, израильскому народу, конечно же, и только остатки народа спасутся, словно покойник из могилы будет извлечен этот народ и воскрешен буквально, воскрешен и возвращен. Но вот когда народ был в плену, в долгом вавилонском плену, он оплакивал свою участь, вспомним 136, опять же, Псалом, на реках вавилонских, оплакивал свою горькую-горькую участь и эти горькие слова, горькие воспоминания об истории, собственной истории, они подвигают его слагать. Вот такие вот элеги, такие псалмы, такие коллективные плачи. Мало плакать, важно, чтобы еще этот плач был ритмичным, поэтичным и легко запоминающимся. Это вершины израильской поэзии, вот эти самые коллективные плачи, плачи Еремии, очень рафинированная, высокая поэзия. Ну и здесь тоже очень высокая поэзия 63-64 главы Исаии. Бог наказывает свой народ, а затем его спасает. Читаем 8 стих. Он сказал, «Подлинно они народ, мои дети, которые не солгут, и он был для них спасителем». Да, наказал, но потом спас. Этот опыт Израиль получит, опыт спасения. Но пока речь идет о тех благодеяниях, которые Господь оказал и был спасителем, спас из египетского рабства. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их». Это ангел Господень, самый приближенный ко Господу ангел, которого Господь посылает, посылает патриархам, посылает пророкам, посылает праведникам, ангел лица Господня. «По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во дни древние». Вспоминается, это псалом исторически, вспоминается дни древние. И прежде всего, главное событие тех древних дней, иллюстрирующее щедрот и милости Бога к своему народу, это исход, конечно же, из египетского рабства. «Но они возмутились и огорчили святого духа его, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Господь воюет против собственного народа, наказывает его рукою сначала сирийцев, потом вавилонян, навуходоноса. Господь враждуется с собственным своим народом, наказывая его. Вот тема этих стихов, этого текста Господь наказывает, чтобы потом, наказав, спасти свой народ. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы». Вот, речь это об исходе, о древних днях Моисеевых. «Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего?» Святого духа своего Господь вложил в сердце вождя израильского народа Моисея в древние дни. Вспомнил народ свой. «Господь услышал плач поколений, поколений своего народа, вспомнил о нем, вывел его из египетского рабства». Здесь как раз возвышается голос, коллективный плач израильского народа в вавилонском плене и говорит, «Ну где же тот? Где он? Почему он нас не вызволяет из вавилонского плена? Тот, который когда-то рукой у Моисея вызволил свой народ из египетского рабства, из египетского плена?» «Народ его». В 11 стихе мы читаем некоторые еврейские манускрипты в небольшом количестве и сирийский перевод переводят здесь не народ его, а раб его, Авдо. Вот в некоторых манускриптах, рукописях еврейских Исаии вместо народ его, вместо Амо стоит Авдо, раб его. Моисей не Моисей назван здесь рабом его, а народ израильский назван рабом его. Тогда раб его вспомнил древние дни Моисеева. Вспомним песню «Раба Господня» второго раздела Исаии, где и израильский народ, и мессия израильского народа называются рабом Господнем. Ну, канонический текст Масаретский текст в большинстве своих рукописей содержит все-таки народ, здесь слово народ, ам, но вот некоторые рукописи там все-таки эвет, раб, и в сирийском переводе тоже эвет, тоже раб. Впишите. «Который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своей, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя». Вспоминается история Исхода. в некоторых псалмах исторических она тоже вспоминается, как мы знаем, «Который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались». Два образа – бездна, степь, и Господь ведет вот как коня по степи. Удивительно красивый образ, очень поэтичный, и образ бездны здесь тоже присутствует, но бездна стала сушей, как мы помним, когда Господь рассек, разделил это море, это Красное море, и народ прошел по суше среди моря». Исход, 14 глава. «Который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадох сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Славное имя, вечное имя, 12 стих, славное имя, 14 стих, Господь прославил себя, и все народы пришли в ужас и страх, потому что Господь поразил фараона, сокрушил самую могущественную державу того времени Египет, Мицраем, а израильтян спас и прославилось его имя среди всех народов по всей земле. Продолжается эта молитва, обращенная ко Господу, «Призри с небес и посмотри жилище святыни Твоей и славы Твоей». Жилище святыни и славы здесь, скорее всего, святилище, которое на небесах, небеса небес. Там святилище Господне. Три места особого присутствия Бога на земле это высота небес, как сказано было выше в предыдущих главах третьего раздела Исаии, высота небес, святилище на земле, русалимский храм и сокрушенное и смиренное сердце человека. «Где ревность Твоя и могущество Твое, благоутробие Твое и милости Твоей ко Мне удержаны?» Почему Господь удерживает себя от мщения, о котором мы читали в начальных стихах главы и ревность свою удерживает, могущество свое не проявляет, не наказывает другие народы. Удержаны до времени мщения в отношении других народов, до времени удержана благоутробие его и милости его к Израилю. Долгий вавилонский плен, семидесятилетний, и задавали этот вопрос себе израильтяне, не просто задавали, плакали, молились и слагали вот такие поэтические псалмы, обращенные ко Господу, плачевные песни. «Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас». К Аврааму прилагается определение «Авину, Отец наш, израильтяне прилагают, Авину наш Отец». Так вот здесь исповедуется, что Отец большой буквы это даже не Авраам, это сам Господь. Обращаются к Израиль, ко Господу, Ты, Отец наш. Авраам не узнает нас. Недостойные мы дети Авраама, духовные и в прямом смысле потомки, говорят израильтяне. Израиль не признает нас своими. Израиль, это Яков, здесь имеется в виду, внук Авраама и правотец израильского народа, отец всех израильских колен. Ты, Господи, Отец наш от века, имя Твое искупитель наш. И вновь это имя искупитель. Гоэль, тот, кто выкупает из рабства, и это им ститель за кровь, и тот, кто выкупает человека из рабства, он называется, используется термин для его определения Гоэль, искупитель. Господь искупитель народа своего. Ты искупитель, Господи, обращается Израиль к Богу своему, почему же ты нас не выкупаешь из этого постылого и долгого вавилонского рабства, вавилонского плена? Ведь ты искупил во времена Моисея свой народ из Египта, так искупи же и нас из вавилонского рабства, ведь ты наш искупитель, нас не узнает Авраам, нас не признает своими Иаков Израиль, наши великие правоцы и патриархи, почему же потому что согрешил, Израиль сознает свой грех, но вот ты нас искупи, ты нас прости, спаси нас, ты спаситель, искупитель наш, исповедуется в этом коллективном плаче, Господь как искупитель своего народа, пройдет немного времени, Господь искупит свой народ и вернет его из вавилонского рабства, этот плен был нужен народу для его очищения, для поставления его на ту духовную высоту, которая ждет от него Господь, для чего Господи ты попустил нам совратиться с путей твоих и ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя, так вот почему рабство, вот почему плен, не боялись Господа, не страшились и не исполняли его заповеди, ходили другими путями, не путями и Божьими, за это были наказаны и оказались плену, их сердце ожесточилось, перестали бояться Господа, благоговеть пред Ним, то есть обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего, здесь не говорится чем же конкретно согрешили израильтяне, но очевидно, что речь идет о двух основных грехах допленного Израиля, это грех и долопоклонство во всех его формах и проявления и грех социальной несправедливости, когда богатый и сильный притесняет бедного и слабого. Короткое время владел им народ святыни твоей, враги наши попрали святилище твое им, то есть святилищем, иерусалимским храмом, горой, горой храмовой и самим городом Иерусалима, ну может быть здесь святилище стоящее в параллели, вот владел им, имеется ввиду Иерусалим, Иерусалим, святилище вполне могут быть по синонимическом параллелизме, поэтому здесь за местоимением им возможно имеется ввиду Иерусалим. Иерусалим, святилище, все это, этим владел народ короткое время, от Давида до последнего царя, до нашественного наухода Носора, который разрушил Иерусалимский храм и разрушил святилище Господне, вот короткое время израильтяне владели им, Иерусалимом и святилищем, владели Иерусалимским храмом короткое время, несколько столетий, ну сколько, 300 с небольшим летом, 400 лет можно сказать примерно. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое. Над Израилем именуется имя Господне, имя Божие. Исраэль, Эль, это Бог. И вот сделались такими, как будто мы никогда имя Божие над ними не именовалось. И даже сам их правотец Израиль, Иаков, их не признает, Авраам их тоже не узнает, но узнает и признает их Господь, простит, не будет больше с ними враждовать, наказывать их не будет, и они вернутся из постылого и долгого своего вавилонского плена. В этой главе говорится об освобождении, об извалении из египетского рабства, и это освобождение, этот исход из Египта является прообразом освобождения из нового вавилонского рабства, ну и в эскатологической перспективе является прообразом окончательного и полного освобождения народа Божьего из рабства, из плена, из изгнания и возвращения в святую землю, обетованную землю, землю Господню. Запись сделана для библейского портала «Экзегет».